МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно подарить небанально конфеты и фрукты. Очень небанально. Нет, ну их можно оформить. Если засунуть это в мешок, просто в пакет и подарить, да. Но можно это сделать небанально. Можно взять коробочку. Давай, вот нас людей с плохой фантазией. Научи, пожалуйста. Мы берем конфеты. В одну сторону мы кладем конфеты, там мандарины, можно фрукты, ягоды, кто что хочет. Я предлагаю показать вот эту коробку, чтобы понять, как она... Вот так чуть наклонить. Итак? В другую половину мы покажем. Конечно, давай сейчас покажем, чтобы перед всеми, чтобы сейчас понятно было, да, в чем заключается... Да, из чего будет состоять композиция. Итак, ее надо поделить изначально. С одной стороны у нас конфеты и фрукты, с другой стороны что, Женя, будет? Мы кладем туда губку флористическую, ее нужно купить в любом цветочном магазине. Это для того, чтобы живые цветы, скажем так, дольше сохранились. Итак. Так, что делаем? Мы берем елочку для зимнего настроения, новогоднего. Берем цветочки, делим их и просто засовываем в губочку. Так, ну Женя, ну вот скажи, вот сейчас все-таки к новогодним праздникам, к январским праздникам и так далее, спрос на вот такие подарки, он вырастает? Или все-таки люди не заморачиваются и отправляются в магазин, нужно покупать готовые? Вот здесь чуть-чуть, будет такой просто курдюк, целый конфеты, и все, и подарю, и скажу мужу. Нет, наоборот. К оригинальности стремятся? Все прям хотят дарить оригинальные подарки, особенно учителям, начальникам, да, все хотят выделиться, поэтому я помогаю. Вот что, вот что в основном сейчас люди выбирают, вот какой состав, все-таки это какие-то спиртные напитки, да, может быть это что-то вот из цветочков, может быть наши орешки сибирские? Орешки, фрукты, цветы, все вместе. Да, ну а можно? Да, в основном композиции, конечно. Но вот эта композиция, она подойдет хоть кому в подарок, хоть ребенку, хоть взрослому человеку, да? Нет, это можно одну половинку, одну половинку отдать отцу. Нет, она будет красиво стоять на столе, будут есть конфеты, а цветочки еще будут радовать. Ну вот в коробке, понятно, что это, когда ты преподносишь ее, открываешь и все видишь, но а есть ли какая-то альтернатива? Ну, то есть оформить как-то вот, может быть, не в коробке, а более открытая, чтобы композиция получилась. Да, еще какие есть упаковки? Можно сделать букет из мандаринов, в интернете все есть, мастер-классов полно, если очень хочется заморочиться, то... То букет из мандаринов, да? А что они крепятся? То есть это какие-то обычные зубочистки? Или опять-таки вот цветочная губка, которая всегда здесь касается? Да, должны быть. Ну, если делать букет, то все крепится на шпажки. Шпажки, скотч, начинка и упаковочная бумага. А вот мне интересно, орешки, мы заговорили про кедровые орешки, их-то как закрепить? Это же у нас только кропотливый труд. Да, ну это возможно. Ну вот, например, чтобы совет был людям, как это возможно сделать? Шпажки, клей-пистолет. А, на клее. То есть они будут несъедобны? Нет, они будут съедобны. Все в скорлупе. А, то есть это. Потом мы клеим, собираем букет, упаковываем. Ну и, конечно, это месяц июль, когда ты начал собирать этот букетик. Давайте покажем финальную картину, что все-таки получилось. Очень здорово. Жень, ну и скажи еще, конечно же, мы не можем сказать, если все-таки это ручная работа, как цена, вообще вот ценовая политика данных подарок от и до. Ну, если вы это будете делать сами, то себестоимость 500-600 рублей. Ну и зависит от того, что вы хотите там видеть, что вы положите туда какие-то контексты. Ну это очень красиво, это очень приятно, что когда человек делает своими руками, это на самом деле подарок вдвойне ценен, поэтому... А вот когда делает профессионал своими руками, он же тоже вкладывает душу. Ну, конечно, само собой. Ты уже продала давно пару, по-моему, свою душу. Всем, всем людям. Да, шоу, спасибо. Мы поздравляем тебя с Новым годом, спасибо, что пришла, что порадовала. Вот такой вот я... Я думаю, что многие взяли на заметку. Кусняшкой, абаяшкой. С наступающим. Спасибо. С наступающим праздником. С гостей прощаемся, с вами жуемся 2-2,5 минуты, дождитесь.